Профессионалы, любители и абсолютные новички в изобразительном искусстве собрались на одной площадке, где проходит уникальное событие. Московская студия живописи Draw&Go проводит массовые мастер-классы. Несмотря на массовость, все занятия индивидуальны и разнообразны. Рисовать можно всё от космической иллюстрации до фуд-арта. Один гость может выбрать до пяти занятий, каждое из которых длится около часа. Никаких принадлежностей с собой приносить не требуется. «Рисуй и иди» — так переводится Draw&Go. Мобильная версия студии стремится изменить отношение людей к этому виду искусства. Арт-тренеры уверяют, рисование — это состояние души, которое сможет отразить на бумаге буквально между делом каждый из нас. Мы выработали специальную такую концепцию, которая позволяет людям с абсолютной нулевой подготовкой за одно занятие уйти с готовой красивой работой. В чём заключается как раз-таки этот секрет так называемый? Мы используем систему референсов для людей, которые приходят и очень боятся с чего-то начинать. Очень удобно ориентироваться на какой-то готовый пример. И благодаря этому примеру уже художнику удобно объяснить технику. То есть задачи очень последовательные. Сначала эскиз, потом последовательные какие-то шаги. В зависимости от техники, это определённая работа с цветом, с пастелью. Запрос населения на организацию культурного досуга и вняга недостаточно высок. На мастер-классы записалось почти полтысячи человек. Среди них как новички, так и опытные художники. И даже педагоги. Жду чего-то нового, интересного. Я вообще люблю знакомиться с новыми техниками. Ну вот, например, сегодня я записалась. Почему на этот мастер-класс? Потому что в своей работе акрилом мы не рисуем детьми. Попробую сама, потом что-то дам детям. Я училась на архитектора в Екатеринбурге. И поняла, что это немножко не мой профиль. Мне хотелось чего-то более творческого. Другой взгляд посмотреть, посмотреть на другие работы. В общем-то, узнать, если что-то новое. За успехами учеников наставники будут наблюдать до 26 марта. Два дня будут посвящены отбору, выставке и голосованию за итоговые работы. После чего три финалиста с максимальным количеством баллов получат подарки. А их творение украсят улицы Нягани.